Всем привет из нашего южного осеннего сада! Меня зовут Катя и вы снова на канале Сад с Катериной Говоровой. Сегодня в видео я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали, писали комментарии в сообщество. Сегодня я покажу, как я открыла посадочно-пересадочный сезон, какие интересные новые растения добавятся в мой сад, будут украшать. И это только самое начало сезона, заметьте, друзья. Это я к тому, что их еще будет наверняка очень и очень много. И обязательно, какие самые красивые топовые растения на сегодняшний день украшают наш сад. Справа от меня снова расцвела магнолия. Это магнолия грандифлора, сорт Литл Джем. Литл Джем, потому что маленький, маленький листик, великолепно, обильно цветущий сорт. У нас растет в полутени. Цветок держится вторые сутки. Вчера расцвел. И сегодня выглядит еще очень презентабельно. Будет держаться, я думаю, около трех дней, потому что растет в полутени. Если будет на полном солнце, максимально, наверное, сутки. Этот сорт характерен обильным цветением. Выгоняет много бутонов. И в осень у нас идет ремонтантная волна цветения. Поэтому королева нашего сада. Там, кажется, у нас был вопрос по магнолиям. Да, верно, был. От пользователя под ником виноградница пишет Катя. Расскажите о магнолиях. Какие сорта лучше переносят зиму? Есть вечно зеленые сорта, которые могут расти на полном солнце. Ну, это вопрос. Итак, друзья, тема магнолий, это одна из моих любимых тем в саду. Я готова вечно о них говорить, потому что это бесподобные, классные, выносливые, сильные и самые, наверное, эффектные в наших садах растения. В наших южных садах, друзья, зона 6b7a. Я могу вам давать рекомендации согласно этой климатической зоны, потому что все сорта тестированы лично мною в моем саду. Все вечно зеленые магнолии любят наше южное жаркое солнце. В одном из видео я рассказывала, если на вечно зеленой магнолии подгорает лист, это только потому, что магнолия растет, как правило, первые годы, и у нее еще не развита очень там хорошо корневая система, поэтому у нее бывают вот такие вот стрессовые ожоги, но это проходящий момент. В целом будет норм на солнце. Лист имеет вот такую коричневую опушку, видите, такой он ворсистый с этой стороны. Это защита от солнца и от холода. Вообще магнолия это древнейшее растение на нашей планете, поэтому представляете, какой цикл эволюции это дерево вообще прожило. Поэтому выносливее магнолии, наверное, растение нельзя представить. Сейчас показываю вам сорт ферруджина. Это будет довольно высокорослое дерево. Лист очень крупный. Вот эти листья можно обратить внимание, что лист вот очень похож на фикус каучуконосный. Иногда даже гости сада говорят, ой, у вас фикус растет. Нет, это магнолия грандифлора, сорт ферруджиной. У этого сорта будет огромнейший цветок. Единожды удалось мне в инстаграм увидеть этот сорт цветущим. Цветок был, наверное, около 30 сантиметров, огромный. Все цветы вечно зеленых магнолий, белые, все магнолии грандифлора цветут одинаково. Будет различие только по форме, по размеру цветка, прошу прощения, и по форме дерева, по форме листьев. Ферруджина растет у нас уже четвертый год в саду, три года, три зимы она зимовала. Зимовала она прекрасно, без всяких укрытий. На канале есть зимнее видео, где вы можете увидеть, как она зимует. Все эти магнолии, кислотники, им обязательно нужно подкислять почву. Любят богатый такой насыщенный грунт, очень любят влажный грунт. Нужно добавлять им органику, нужно хорошо мульчировать. Вы видите, у нас мы постоянно подсыпаем, потому что мульча имеет свойство. И в землю она уходит, и где-то там раздуло, ушло. В общем, постоянно нужно контролировать, чтобы она лучше себя чувствовала, подсыпать ей под корешочки. Поэтому сорт великолепный. Вы видите, какой размах, какие годовые приросты у нее. Не знаю, надо будет как-нибудь даже замерить. Ну, я думаю, больше 80 сантиметров точно. Вот с верхушечной почки молодого зеленого цвета вы можете увидеть. Древесневшая часть и зеленая. То есть ферруджина огромные темпы роста, значит, это такое большое будет эффектное дерево. Все эти магнолии можно формировать, можно застригать. Поэтому солнце совершенно спокойно. Полутень они выносят тоже достойно, нормально. Даже есть сорта, которые в полутени выглядят немножечко эффектнее. И сейчас об этом поговорим. Вот, смотрите, сорт литл джем. С него мы начали показывать вам сегодняшнее видео, потому что она у нас в данный момент цветет. Этот сорт является раннецветущим. Но посмотрите на форму дерева. Она раскидистая. Значит, что мы можем сказать? Зимой это дерево будет больше всех бояться снега нашего мокрого. Если мы сажаем сорт литл джем, нужно контролировать эти веточки, связывать их как-то. И есть информация, что этот сорт боится нашего зимнего солнца и может подгорать. Но у меня так подобрано место посадки. Зимой здесь полная тень, солнце ниже. Поэтому лист гореть не должен у нее. Летом солнца хватает, чтобы закладывать вот такое великолепное цветение. Бутонов еще там, по-моему, 4 или 5 я видела на ней, насчитывала. Активно прирастает, выглядит эффектно. Но цветок на полном солнце сорта литл джем подгорает, друзья, и держится не так долго. Вот здесь зона такая полутень, и вот уже вторые сутки цветет. Я знаю, что цветок магнолий держится сутки. Вот, видите? Я думаю, только на третьи сутки он начнет приобретать вот этот коричневый окрас и обсыпется. Поэтому для этого сорта можно подбирать такие полутенистые места. Но чтобы солнце было преобладающим, в любом случае, хотя бы половину дня. Друзья, в нашем саду собрана богатая коллекция вечно зеленых магнолий, что на самом деле довольно сложно, так как у нас в основном привозят одни и те же сорта, которые более ходовые, более такие распространенные. Поэтому с гордостью вам показываю, рассказываю. Сейчас перед вами сорт Галисоненсис нано. Это самый, насколько я владею информацией, самый невысокорослый сорт магнолий. Дерево формируется до трех метров. Представляете себе, как классно трехметровое дерево, которое полностью открывается нашему взору, на котором такие будут прекрасные белые цветы. Дерево у нас зимовало, прекрасно. Растет оно единственное, больше всех в тени. Я бы даже сказала, что это не полутень. Несмотря на это, посмотрите, насколько оно пушистое, насколько оно красивое. Я, конечно, немножко волнуюсь, будет ли страдать цветение, будет ли это отображаться на цветении, но это нам покажут только годы. Пока в данный момент смотрится очень эффектно, очень декоративно. Лист у этого сорта большой, удлиненный, тоже с опушением. Магнолии отличаются вечно зеленым цветом этого опушения. У сорта Little Gem оно темно-коричневое. У сорта Ferugina оно медного цвета. Галисоненсис нано, какой-то баланс между этими цветами, такой спокойно-коричневого цвета. Еще в нашем саду растет магнолия Grandiflora, сорт Purpan, магнолия сорт Alta Grandiflora и, как мы называем, Майкопская магнолия. Все эти магнолии прекрасно переносят нашу зиму. Видели опущение зимних температур до минус 16 градусов. С ветром, с сухим морозом. Ferugina видела минус 20. Поэтому я вам хочу сказать, я рекомендую вам каждую из этих магнолий, вот каждую, которая вам больше понравится. Alta, да я скажу. Alta более колоновидная. Galisonensis, Goliath, Ferugina. Это будут большие эффектные деревья. Little Gem, маленький листик, красивый цветок. Выберите для себя тот сорт, который вам больше всего по душе и сажайте его на здоровье в своем прекрасном саду. Перед вами сейчас магнолия Grandiflora, сорт Purpan. Это тоже будет большое дерево. У нее очень интересно закручивается листик. Вот вы можете увидеть. Листик такой с волнистыми краями. Лист удлиненный. Смотрите, обратная сторона листа, она такая, очень плотно коричневого цвета. Вот когда вживую смотришь, каждая магнолия выглядит немножечко по-своему. Это магнолия на полном зимнем солнце. Великолепно его перенесла, подгораний не было. Магнолии вечно зеленые тоже меняют лист трехлетний. Поэтому те листья, которые уже будут меняться, вот они, смотрите, видите, как выглядеть начинают. То есть уже сокоснабжение нарушается, видимо. Этот лист будет сброшен. А молодые листья, вот они такие, сочненькие, зелененькие. Все с ними прекрасно. Поэтому, когда вы выращиваете, у вас начинают какие-то листья на магнолии желтеть. Никакой паники не надо включать. Все с ними прекрасно. У них просто идет смена листьев. Смотрите, перед вами сейчас магнолия, которую мы тут на своем сленге называем майкопская. Так как в городе Майкоп растет огромное дерево, которому, наверное, уже больше 25-30 лет. Я, честно говоря, точно не знаю, не буду вас обманывать. Но с нее усердно сомирают семена, проращивают. И появляются такие вот саженцы, такие магнолии у нас на рынках. Смотрите, видите, в чем отличие этого дерева, вечно зеленого. Тоже лист красивый, с этой стороны очень похож. Но с этой стороны он вообще без опушения. Он полностью вот беленький, лысенький. Дерево очень красивое. И считается, что оно одно из самых выносливых в нашем климате. Вырастает большим. У нас растет третий год. С вот такой вот малюсенькой веточки. Уже это выросло в такое деревце. Видите, какое пришло. Прошло у нее прекрасное загущение кроны. Она сама так сформировалась, загустилась. Есть минус, сразу. Вот конкретный минус, который вот для меня лично, для моего сада. Это дерево зацветет не раньше, чем на 12-й год ориентировочной жизни своей в вашем саду. До этого времени оно будет нарастать, формировать себя. Вырастет огромным, большим деревом, если вы не будете стричь. Но цветение вы рано не увидите. Цветение раннее только у сорта Little Jam и у сорта Alta. Вот по моим наблюдениям, по моим познаниям, вот эти два сорта могут вас порадовать ранним цветением. Либо вы, если у вас есть возможность, можете себе посадить уже большое дерево, которое цветет. Приобрести его, допустим, какого-то сорта. И уже балдеть и получать это цветение. Ну, либо ждем 12 лет, как я с этой магнолией. У вас наверняка сейчас в голове один и тот же вопрос у всех. А нафига ей в саду вообще столько магнолий? Зачем на такой небольшой сад такое огромное количество? А у меня есть для вас ответ. Друзья, у меня же южный, вечно зеленый город. Что может быть настолько эффектным у нас в межсезонье? Какое еще дерево, дерево может быть таким большим, красивым. Зимой, заходя в мой сад, вы увидите не лысые вот эти ветки, а шатер потом из этих обалденных, прекрасных, самых красивых, наверное, на планете деревьев. Это перед вами сорт Голиаф. Эту магнолию я приобрела себе крайний, крайний, друзья, крайний, не последний. Не кончились еще сорта магнолий на нашей земле. Друзья, очень она мне понравилась, видела я большие деревья, обалденная вот эта вот, во-первых, смотрите опушение какого цвета. Я не знаю, насколько возможно это передать, вот цветопередача, но у нее очень классный цвет с обратной стороны, очень плотный, такой насыщенный. И лист, смотрите, такой насыщенно зеленый, не светлый, не темный, такой вот прямо идеально, знаете, идеально зеленый, можно сказать, лист. У него волнистые края у этого листа, очень красиво. Вот у пурпана лист волнистый, но он какой-то длинный такой, а у этого он вроде пушистенький такой, кругленький, в то же время кучерявенький. И у этого сорта огромные цветы, обалденные, огромные цветы, которые вот примерно по размеру, я видела еще такого размера цветы у галисоненсиса и у галиафа. Оно отличается полностью вот своей формой, обалденно прирастает, я посадила ее в этом сезоне, мне попался такой каличный саженец, вообще по-другому даже не буду подбирать слово. Он рос в горшке, он там вообще не то, что земля, в каких-то камнях был засажен, отвратительное, вообще качество было просто. Я его посадила в грунт, и он у меня за сезон, сравните, кому интересно, с весенними видео, он просто стал таким красавчиком, обалденным, таким пушистеньким. Ну, наверное, чувствует, что я его прямо так вот сильно люблю, обожаю, расти мой хороший, радуй меня. Он цвел уже, я его купила с бутоном, мне было так любопытно, этот бутон такой был недоразвитый, он там открылся кое-как. В общем, я думаю, сейчас он как пустит нормально корни в моем саду, как порадует меня вот такими цветами, это будет просто огонь. Грациозно. Грациозно, как корова в кустах, в общем. Дорогие мои, ну как не показать вам вот эту вот вторую такую скромную волну цветения? Подожди, подожди, у тебя же альта еще. А, чуть не забыла, один из самых продуктивных и классных сортов в нашем регионе. Вперед. Ну да, я да покажу людям гибискус. Нет, альта. Друзья, такая трогательная, нежная, такая последняя волна цветения гибискуса вот перед наступлением уже такой календарной осени, когда она у нас там, напомни, Вань, в конце декабря наступает. В общем, смотрите, цветы настолько эффектные, настолько красивые. Обрезайте обязательно отсветшие соцветия, и тогда будут, вот видите, бутончики. И если осень теплая, то обязательно вот еще сколько бутончиков. Еще вы увидите такие балденные, красивые цветы в саду. Ну, теперь-то альта. Ну, теперь, конечно, альта. Вперед. Сейчас перед вами один из самых, вот, наверное, тоже крутых сортов. Ну, у меня, наверное, каждая, я стою рассказываю, один из самых крутых сортов. Это магнолия грандифлора, сорт альта. Видите, у нее какой узкий лист, узкоколоновидный. Вот видите, какая она крошка еще в моем саду. Сказать, что мне не попадались уже взрослые экземпляры, попадались, конечно. Ну, ценник у них, в общем, жаба меня задушила, почка мне еще нужна. Поэтому выращиваю я ее вот, в принципе, с маленькой. Смотрите, приросты у нее неплохие. Вот это все прирост сезона. Она дала две веточки боковые. Единственный такой узкий лист у этого сорта. Она очень рано зацветает. И считается одной из самых выносливых, самых крепких. Не горит на нашем зимнем солнце. Не забываем, дорогие мои, что магнолий – это кислотники. И поэтому обязательно, чтобы магнолия хорошо себя чувствовала, хорошо зимовала. Это тоже основное. Нужно закислить ей почву. Не перестарайтесь. Достаточно просто на небольшой саженец литров 60 кислого торфа размешать его полностью с нашей садовой землей. Добавить туда можно компоста, биогумуса, в общем, органики какой-то. И обязательно подмульчировать ее. И отличная зимовка вам будет обеспечена. По поводу листопадных магнолий в моем саду. Она одна, старожила такая, которая в прошлом году пережила, в общем, такое, наверное, какое-то, ну, не будем говорить, издевательство. В общем, я с любовью, конечно, я ее пересадила. И могу конкретно сказать, почему. Листопадные магнолии осенью столько листьев дают. Просто это такой адский труд, если у вас какая-то зона отдыха рядом или терраса, как у меня, например. И вы не хотите оттуда ведрами и мешками эти листья утилизировать, сажать эти магнолии в какой-то более такой, наверное, уголок в саду. Обсыпались и обсыпались. Классно, до весны уберу как-нибудь, да? Называется так. Вот, смотрите. Конечно, она так сильно погорела в этом году, потому что корневая у нее пострадала, она еще не укоренилась. Ну, прижилась, конечно. И даже заложила бутоны, смотрите, заложила много бутонов. Очень много, не знаю, как говорят, знаете, растение в стрессе закладывает больше. Цветет она красиво, эффектно, большие розовые цветы, но настолько это скоротечно, понимаете, вот что такое листопадная магнолия. Зимой это деревце лысенькое, да? Весной это две недели праздника, а потом это опять деревце. Есть у нас более ремонтантно цветущие сорта, например, сьюзан, но у меня уже в саду и в моем сердце вечно зеленые магнолии, поэтому вот листопадная одна. Будем наслаждаться вот этой красивой волной цветения. Есть, если вот вы спросите по рекомендациям, я сажала ее еще, когда не настолько вникала в эту тему. Сейчас бы я, скорее всего, посадила что-нибудь типа black tulip, какую-нибудь вот яркую более, может быть, магнолию, чтобы добавить вот этого цвета в саду. Но растет пока вот этот сорт, добавлять других листопадных пока я не планирую, у меня уже нет возможности такой, но рекомендовать вам их я могу, конечно же. Обязательно присмотритесь к ярким цветам, таким как black tulip, таким как дженни, к желтым цветам, если вы хотите, добавьте какие-нибудь сорта. Да, поэтому, ну это вот дело уже вкуса и любителя. Эти магнолии вообще прекрасно зимуют, у них есть одна такая проблема. Подбирайте себе сорта, которые не сильно рано цветут, понимаете? Вот это вот опушение на бутонах, это его защита, вот это как корочка. Есть раннецветущие сорта, которые всегда у нас на юге попадают под возвратные заморозки, которые всегда идут сильным ветром, и часть бутонов теряется, и декоративность падает от этого. И получается, что вы выращиваете в саду огромное дерево, которое еще и год от года, в зависимости от возвратного заморозка, теряет часть бутонов. Что из этого получится? Будет ли она цвести, радовать вас? Ну, когда она выйдет уже в большой размер, она, конечно, будет сохранять больше цветов. Но пока вот так себе вид, видите? Но тем не менее, они тоже имеют место быть, и есть очень эффектные сорта, яркие сорта, которые, ну, такие, знаете, вот момент, вообще в саду это все момент, понимаете? Вот этот момент, пока падает лист, да, окрашенный мы наблюдаем осенний, да, весна, когда расцветает там первый первоцвет, или что ж, все мгновение. И в этом, наверное, и кайф, успеть увидеть это, поэтому, наверное, может быть, и некрасиво будет сказать, с моей точки зрения, там, непрактичности, что цветет она мало. Мало, но зато как, да, очень эффектно, очень обильно, особенно они цветут без листьев, поэтому, друзья, сажайте, выбирайте. У многих много земли, большие сады, можно сажать. Пусть будут у вас какие-то комбинации от розовых до бордовых оттенков, наслаждайтесь, пусть это приносит вам удовольствие. Листопадные магнолии очень морозоустойчивые, они намного более выносливые, их можно сажать, уходя в наши северные регионы, поэтому изучаем характеристики, подбираем для себя сорта. Катюш, а любимый сорт магнолии для тебя? Я не могу здесь определиться, это, знаете, всё равно, что мать спросить, какого ребёнка ты любишь больше, но вот я их просто все обожаю, поэтому я хотела, чтобы каждый сорт был представлен, чтобы я могла наслаждаться, ну, может, жадность такая вот южная срабатывает какая-то, не знаю, может, не южная, ну, жадность, в общем, наверное, явно тут имеет место быть, поэтому все классные, все крутые, блин, каждый люблю. Итак, возвращаемся к нашему посадочному сезону. Одна из самых крутых вообще новинок в моём саду, приобретений в моём саду, это лагерстремия, индийская сирень с чёрным листом, и опять, вы же видите, вот жадность, вот эта жадность, которая не даёт вот покоя в саду, долго думала, думала, думала и взяла два, ну, чтобы два было, понимаете, вот просто, чтобы было два. Ярко-фиолетовый с тёмным листом, бомба, и молочно-розовый с тёмным листом тоже, просто огонь. По посадке полное солнце, на юге у нас лагерстремии не горят, богатая почва, наш чернозём, добавим биогумуса, посадим на полное солнышко, замульчируем, будем её поливать усердно, и посмотрим на вот это обалденное цветение, а куда я её посажу вот в моём саду, это уже, конечно, это уже квест, но посажу обязательно. Не могу, вот понимаете, почему посадила под, поставила сейчас под альбицей вот шоколадное лето, да? Потому что вы же понимаете, насколько я люблю вот эти тёмные цвета в саду, посмотрите, как эффектно это смотрится. Эта альбиция одно из самых эффектных растений в моём саду. Кстати, Катя, там вопрос был по альбиции, давай я его прочту. Прочитай, пожалуйста, Ваня, я отвечу. Свети Рашкова пишет тебе, добрый вечер, Катенька, очень хотела бы полюбоваться вашей краснолистной альбиции и ещё тамариксом. Вы с нами очень близкие соседи, город Приморско-Актарск. Привет, Актарск! Привет, Приморско-Актарск! Мы часто бываем в этом городе, мы действительно соседи. Люблю этот город, нравится гулять по набережной. Набережная вообще обалденная сейчас в Приморско-Актарске, ну такое отступление. Ну давайте полюбуемся, друзья, ну как ей не полюбоваться? Видите, уже осень у неё уже начинается по чуть-чуть, вот так смена листа, вот этот листопад. Очень красивое дерево, эффектное, с раскидистой кроной. Цвет листьев вот тёмно-тёмно-сливовый, каждый раз говорю, очень тёмный. Цветение у неё может быть потому, что она ещё молодая, вот может быть вот более декоративность у неё листвы. Цветы у неё светлые, не так ярко-эффектно смотрятся, в общем, цветы, как на обычных зелёных сортах. Но здесь вот самый смак, это вот эти листья. Зимует она у нас уже, по-моему, третий год, да? Мне кажется, третий. Три года. Видите, уже это память меня подводит. За эти три года выросла из небольшого саженца вот в такое красивое дерево. Всем рекомендую в сад, вот реально всем рекомендую. Вот такая изюминка нашего южного сада. Опять, друзья, я вам могу рекомендации давать, связанные с моей зоной. Вот 6Б, 7А, пожалуйста, вот Краснодарский край, регион, вот наши южные города, Крым, побережье сажаем, не боимся. Что касается более северных регионов, я не могу дать вам вот такие советы. Не дай бог растение у вас там пострадает, или как-то вы скажете, вот она нам нарекомендовала, оно не перенесло. Ну, если есть у вас возможность экспериментировать, пробуйте, может быть, с какими-то укрытиями. У нас же тоже в саду растет брахия армата, ведь не нашей зоны, но мы же сберегаем ее, заботимся. Поэтому я считаю, что здесь, знаете, вообще нет пределов, есть желание. Тамарикс растет у меня на берегу. Вообще, по моим наблюдениям, я даже, когда, хотя сказать, кочевала по степям калмыцким, в общем, я обратила внимание, что в балках рек, в оврагах, в достаточно глубоких растут тамариксы. То есть, они выдерживают вот эти весенние воды, когда после дождей или еще с чего-то промывается этот овраг. То есть, там, скорее всего, стоит вода. И вот в моем саду подтверждено это. В той зоне, где очень влажная земля, где очень близко к реке, тамарикс выглядит просто великолепно. Я вам сейчас его покажу. И вот, друзья, перед вами мой тамарикс. Тамарикс – это листопадное растение. Как вы можете увидеть, он уже готовится, у него уже такие предвкушения осени, начинает уже желтеть, он потом обсыпается. Еще его называют бисерник, потому что первое цветение, вот эта волна цветения, похоже очень сильно на бисер. Такие красивые розовые цветочки, полностью облепленные. Я думаю, что он отличный медонос, потому что всегда миллионы тут бабочек, пчелок летают, когда он цветет. У нас растет в самом дальнем углу, где мы дали ему возможность вообще агрессировать, как он вообще может себе только придумать. Он уже выше трех метров, да? Выше трех метров точно. Такие огромные стволы, то есть у него как дерево. Я его никак здесь не формирую, максимально что я его пытаюсь как-то подвязать на опору, потому что он так пытается весь этот угол захватить. Смотрится очень он интересно. Видите, такая хвоя у него тоненькая, такие вот иголочки. Единственное, что, вот понимаете же, что если листопадная, с наступлением осени он обсыпется полностью, поэтому зону выбирайте для этого, вот представьте, как это вот тоненькое вычищать, да? В этом месте оно у меня упадет все, и оно не будет мне мешать абсолютно до весны, оно будет такой вот мульчий. Что-то и перегниет, скорее всего, что-то потом я весной буду вычищать, да убираю, если что-то останется. Поэтому выбрать для него какой-то дальний угол в саду, и пусть он себе там растет и радует вас, и создает вот этот воздушный фон для каких-то растений. Тоже интересное дерево в саду, но не стоит опять-таки такие деревья сажать где-то в зоне близкой, и, допустим, к зонам отдыха, вот к каким-то местам, где вам нужно будет убирать. Но у нас все равно он растет близко к зоне отдыха, поэтому я вам рекомендую собственного опыта. Мусора будет много. Катюш, у нас пока мы здесь, в зоне отдыха, как раз-то вопрос еще. Написала НАТО, здравствуйте, Катя, покажите свою новую зону отдыха у реки. Друзья, конечно, мы всегда говорим и показываем, что у нас участок на берегу реки, что мы живем, и сад у нас на берегу реки. И, конечно, я не могла не использовать как-то эту зону такую, потому что это реально одно из самых крутых мест в саду, где можно посидеть, посмотреть на реку, послушать звуки этого прекрасного мира, как кто-то обязательно косит с утра. Поэтому родилась идея сделать вот такую зону на берегу. У нас большая семья, двое деток. Нам хотелось расположиться здесь удобно, с комфортом, чтобы можно было и чашечку кофе утром выпить. Поэтому вот сделали с супругом вот такую вот угловую длинную лавочку. Перголка у нас здесь уже стояла, наверное, года три, да? Три-четыре года точно этой перголи. Мы ее изначально сразу поставили. В планах не было ее накрывать. Нам хотелось, чтобы она была вся такая воздушная, чтобы видно было небо из нее, чтобы вот этот ветер речной его ощущать. Поэтому вот хотелось максимально открытого пространства. И вот так вот родилась идея. Не хотелось ставить какой-то стол, что-то, чтобы перекрывать вид на красивую реку нашу. Поэтому вместо стола мы сделали вот такие вот подлокотники, на которые вполне удобно и комфортно поставить чашечку кофе с утра. Пироженка какой-нибудь положить, в общем, кто что любит. В этой же зоне мы поставили костровую чашу, потому что вечером на реке довольно прохладно, и хотелось нам какого-то очага, какого-то огня здесь, тепла. Поэтому по вечерам мы разжигаем огонь. В общем, собираемся здесь, любуемся, слушаем вот звуки реки, звуки ветра, смотрим на эти огоньки. Вообще, это вот одно из моих любимых мест в саду. Здесь также, в общем, когда начали... Муж любит готовить барбекю, любит баловать нас какими-то вкусняшками на костре сделанными. И, в общем, пришлось... Так родилась идея сделать такой большой, красивый... Ну, нам нравится, мы говорим, красивый стол внизу, дровница. Друзья, это все еще в процессе, оно еще немножечко недосовершенствовано, не успели по времени. Но оформили его. В общем, есть где тарелочки поставить, где, в общем, там что-то готовить, подготавливать. Есть где руки помыть, потому что... Ну, что за кухня без воды, да? Хозяйки меня сейчас прекрасно поймут, что нужно обязательно. А вот эту часть делала Катя сама. Да, пока ты был на работе, мне хотелось завершить процесс быстрее. Поэтому пришлось изучить вопрос, как работать лобзиком, да? Вообще, я очень люблю работать с деревом, друзья, мне очень нравится. Супруг может подтвердить. Я люблю... У меня своя шлефмашинка. Я полирую потом. Мы, когда делаем что-то, строим, у нас самые обычные доски. Они все мохнатые, кривые, колючие, там, в общем, какие-то такие. Из вот этих материалов вот мы пытаемся сделать то, что получается сейчас. Ну, с учетом, что мы не мастера, это не наша профессия. Мне кажется, довольно неплохо получается. Нам удобно. Цвет я выбирала сама. Слава богу, у нас с этим проще. У нас не надо конфликтовать или выбирать. В общем, супруг доверяет мне в плане цветовых решений. Особенно после легкого нокаута. Ну, что поделать, кто сильнее, да? Поэтому решила такие лаконичные цвета использовать как оттенок коричневый такой дерево и зеленый, потому что зеленый, это вообще мой любимый, наверное, цвет. Такой цвет спокойствия, умиротворения, да? Поэтому вот такая вот зона. Что мы сделаем из нее дальше? Конечно, будем тоже вам показывать, если вам это интересно будет. С этой стороны еще у нас стоит лавка. Такая лавочка с историей. Это вообще первое, что мы сделали у нас во дворе своими руками. Я нашла вот эти колеса. Они были у нас на участке старые. Наверное, от чего это, Вань, колеса? Мотоциклетные. Вот, в общем, я их увидела и начала придумывать, вот сделать такую лавку. И супруг мне помог, в общем, поддержал мою идею. И мы сделали, и в этом году я ее модернизировала вот такой вот веселенькой расцветкой, чтобы она в этой зоне более гармонично у нас сочеталась. На нее можно сесть и смотреть на реку вдаль. В общем, вот такая вот у нас получилась зона отдыха. Видите, люблю контейнеры. Здесь особенно не посадишь, вода близко. Поэтому использую контейнерное озеленение. Вот посадила канны. Это самый, наверное, простой вариант. Быстро посадила, и сразу у тебя такой эффектный тропический вид в саду. Ваня, у нас есть еще вопросы? Да, вопросы еще есть. И вот пишет Ирис Ковалет. Она два вопроса написала. Вопрос номер один. Катюш, конечно же, все, наверное, хотят узнать, кто вас снимал, и где это потом можно посмотреть. Как вы вообще дошли до жизни такой? Что попали на ТВ? Ужасно интересно. Дорогие мои, как только появится возможность, и мне будет можно, вы первые узнаете всю эту информацию, что, кто и как я до жизни до такой докатилась, дошла. В общем, обязательно всем все расскажу, покажу. Никто ничего не пропустит, я вам обещаю. Поэтому следите за каналом. Вопрос номер два. Ирина спрашивает. Значит, я хотелось бы узнать про злаковые. Кто агрессор, а кто нет? Сейчас, конечно, в саду злаки в самой своей, наверное, декоративной, вот пиковой такой форме. Сейчас перед вами мискантус. У меня в саду очень много злаков декоративных. Обожаю эти растения, всегда рекомендую их, всегда советую. Смотрите, мискантус растет великолепно. Практически я никогда не замечала, чтобы он как-то поросливал или как-то вот расползался. То есть он нарастает большой розеткой. Весь сезон это просто такая копна листьев. И, конечно, с конца августа уже выходят эти метелки красивые. У многих сортов мискантуса метелки отличаются по цвету коричневые. Есть у нас сорт в саду с розовыми метелками. Очень эффектно смотрятся, вообще великолепно. А вот рядом растет мискантус, сорт зебрина. Посмотрите, друзья, какой он огромный. На юге он успевает выпустить тоже свои колоски, но чуть-чуть попозже. У нас осень всегда теплая, длинная, поэтому хватает ему цикла. Смотрите, какие красивые листья у него, видите? Вот такие вот яркие полосы. Мне приходится связывать... Вот смотрите, этот не связанный куст, а этот связанный. Чтобы он смотрелся такой колонной, эффектный вход в нашу речную зону, вот сюда. Очень красиво. Этот сорт у меня представлен в саду в двух размерах. Вот как можно эффектно комбинировать злаки в саду. Посмотрите, здесь куст пенисетума. Это пенисетум лесохвостный. Видите, коричневого цвета. Есть белого цвета колосок, а есть коричневого. Очень воздушный. Здесь еще растет сзади мискантус, но он еще пока не выгонял колоски. Я его пересаживала тут весной, немножечко потревожила. Может быть, это вот чуть-чуть его притормаживает. Смотрите, какая получилась интересная группа сочетания цветов. Кориаптерис, он цветет синим, такими фиолетовыми метелками, такими пучками. Смотрите, как здорово. Темнолистный такой пузыреплодник, кустарник. Сзади пока не видно. Растет у нас туя. Это сорт кубанский изумруд. Она вырастет большой, высокой колонной. Задаст в этом месте вертикаль, фон. И вот здесь вот эти злаки обалденные. По поводу пенисетума. Я слышала, что он сеется. Но в моем саду я не замечала этого. Мне не... Может, там какая-то и всходила. Я думала, что это трава или а соки удаляла. Но вот в целом, не могу сказать, что порослюет или не порослюет. Разрастается в большую такую... Копнув в такой сток. Но от этого смотрится более эффектно, что ли. Посмотрите, еще один сорт. Вот он рядом. Лист какой широкий. Да, вот даже сравнить. Рядом два сорта. У этого лист уже. У этого шире и жирнее. Прямо такой. И колосок у этого сорта намного вот длиннее, наверное. Намного воздушнее. Их не так много. Но выглядят обалденные. Он, кстати, раньше всех выгоняет свои вот эти метелки красивые. Эффектные сорта. Эффектные злаки смотрятся. Сзади мискантус тоже зебринус. Видите, зеброчка. Тоже вот он полосатенький лист. Но он более низкоростный. Он такой средний. И тоже выгнал уже свои колоски. Смотрите, как они на ветру. Злаки смотрятся вообще просто космически красиво. Их колышет, они воздушность, они вот наполняют ваш сад таким воздухом. Блин, не знаю, как без злаков вообще возможно. Зимой как красиво. Ведь они так долго вот стоят, сохраняют свой колосочек. Очень красиво смотрятся. Обрезаю я свои злаки весной. И вам советую делать так же. Потому что больше всего злаки боятся вымакания. Если зимой вы срезаете, у них трубчатая такая структура, начинается дождь, сезон дождей, снег этот мокрый. Вот бывает такое, люди говорят, ой, я посадила злаки, что-то вот не моя тема, не растет он у меня в саду. А она такая хозяюшка, молодец. В общем, еще осень только отошла, она его уже срезала и все, ждет весной, что он у нее выйдет. Он вымак просто. Вот вымакают они. Режьте злаки весной. И чтобы было легче, вот сейчас вам лайфхак будет. Берем обычный скотч, связываем скотчем его, скручиваем в такую вот колбаску, в общем, и срезаем. И тогда не надо вот это вот очень долго, по чуть-чуть, в общем, намного проще, не рассыпается, не потеряется. Срезали, сразу уже убрали, его как-то утилизировали. В общем, можно вот так вот весной эти злаки подстригать. Друзья, в саду растут еще осоки. Это, мне кажется, наиболее эффектная, потому что размер у нее просто шикарный. Выросла она из такой малюшки за буквально один сезон. Выгнала семена соцветия. Я не знаю, может быть, она и посеется, но мне бы даже хотелось, чтобы она посеялась. Я бы ее распространила по саду. Очень эффектно выглядит. Смотрите, у нее листья вот так распадаются на три зоны, да, вот такие трехлопастные какие-то. Очень обалденная, яркая, такая насыщенного зеленого цвета. А сейчас покажу вам другие осоки в саду. Осоки любят влажность, очень любят. И полутень у нас на юге, вот в этих условиях они выглядят наиболее эффектно. Вот здесь, в этой зоне, посмотрите, три сорта. Растет бронзовая, вот она, такая массивная. Вы знаете, по сортам конкретно вам название не скажу. Брала на ярмарке, просто по внешнему виду, вот мне нравился. Вот первый кустик, он поменьше. Не такой, конечно, массивный, как вот эти бронзовые. Потом, видите, с белой полосочкой. То есть вот в этой зоне здесь максимальная влажность и полутень, поэтому эти осоки тут просто вот с жиру бесятся. В общем, выглядят они очень эффектно, очень здорово. Это вечно зеленые практически растения. Я их не обрезаю, я эти осоки вычищаю весной. Просто вот так вот в перчатках прочесываю, прочесываю. Иногда делаю такую легкую стрижку, вот так собрала в пучок. И вот эти края, которые уже измотылялись и некрасивые, я их подрезаю немножечко, и они опять вот такие просто шикарные. Кстати, о новых посадках. Вот такую красивую осоку посадила себе возле дорожки, яркая. Здесь полутенистая, такая тоже влажная зона, красивая. И вот сразу не могу вам не показать такую красивую нандину варигатную. Друзья, это вот к началу посадочно-пересадочного сезона. Забыла, как сорт называется, пинг, что-то там. В общем, ну пинг видно, да, вот какая розовая, листва ригатные. Нандины вообще моя большущая любовь в саду. У меня недавно был вопрос такой. Катя, скажите, нандины растут только в горшке? В общем, нет, конечно. Друзья, все растения, когда выращиваются в контейнерах, у них внешний вид намного беднее, чем нежели это растение в открытом грунте. Все нандины в моем саду растут в открытом грунте, прекрасно выглядят, прекрасно зимуют. Вот нандина, рядом вот еще один сорт. Видите, какой широкий лист? Они настолько красивые все, настолько по-разному смотрятся. Все сортовые нандины, они карлики, они небольшого роста. Поэтому где-то до метра, некоторые 60 на 60. Поэтому я стараюсь максимально их подсаживать в сад. Это же вечно зеленые растения. И они очень интересно меняют свой цвет зимой. Но мы возвращаемся к нашим злакам. Друзья, вот еще один сорт. Мискантуса, зеброчка, зебринус. Видите, это самый карликовый. Вот он такой эффектный, хороший. Я здесь немножечко поиграла. Вот югка у меня здесь, bright star. Вот она. Здесь же афеопогон черный. И мискантус. Вот такая вот группочка, которая так прикольно смотрится. А вот здесь в этой зоне растет пенисетум, который я посадила первым на своем участке. Он со светлым колоском. Посмотрите, какая красота. Смотрите, какие, как много их, какие они воздушные. Здесь в этой зоне растет у нас кипарис аризонский. Он такой светло-светло-голубого цвета. И мне хотелось добавить вот сюда вот этого света, воздушности, вот этих вот белых колосков. И я их продублировала. Друзья, смотрите. Это скумпия, сорт Янкледи. Она тоже такая воздушная. У нее такие розовые, бежевые метелочки. Вот бесподобное сочетание получилось вот этого пенисетума и сверху эти облачка скумпии. И, конечно же, злаки я стараюсь подсаживать практически в каждую зону, чтобы сад был такой круглогодичный, такой эффектный, и чтобы осенью это тоже смотрелось классно и здорово. Здесь растет мискантус. Видите, какой он красавчик? Он только начинает, он еще не раскрыл свои... Вот видите, первая такая более-менее раскрытая метелочка. То есть они раскроются. Это будет вообще тут такая феерия. Посмотрите, какие они нарядные. Я не знаю, как можно не любить злаки. Вывод какой? Не порослюют вообще вот эти злаки в моем саду. Мискантусы, пенисетумы, асоки, они просто нарастают, увеличивается куст сам, но поросли от них нет. Если вы думаете, что вы посадили, по моему опыту порослюет кто? Спортина гребенчатая. Я не могу ее вам сейчас показать, потому что у меня дети вытоптали вообще нещадно, там я ее пересаживала в берег. Она порослюет. И императо, императо красное, вот у меня тоже растет в другой зоне. Вот этот злак порослюет, он дает такие корневые отводки, поэтому даже я слышала, часто ее сажают в какие-то ограничители. Вот эти все злаки растут у меня просто в открытом грунте, растут уже по 3-4 года, растут великолепно. Видите, ни сбоку, нигде нет, просто вот такие стоги. Катя, есть еще вопросы? Да. Пользователь, подписчик Элис, написала в следующий комментарий. Катенька, очень жду видео, люблю твой сад. Хотелось бы узнать побольше о цветущем в оригатном хебе. Зимует ли он у нас на юге и можно ли выращивать в кашпо? Готова показать и ответить на ваш вопрос. Спасибо за комплименты, очень приятно, очень ценю. Смотрите, друзья, в оригатном хебе у нас не зимует в открытом грунте. Лично в моей зоне 6b7a оно не перенесет зиму, поэтому оно выращивается как пристановочная культура в контейнере. Занесли на зиму в холодное помещение. У кого-то есть холодные веранды, у кого-то есть неотапливаемые, у кого-то есть гаражи, допустим, с окном, где тоже так не промерзает, либо какие-то хозпостройки, у кого-то теплица. То есть в условиях теплицы, допустим, это растение будет зимовать, но в условиях открытого грунта вы его потеряете. Очень оригинально смотрится. На полном солнце выглядит эффектнее намного, но мне вот в этой зоне не хватало вот этого объема, поэтому стоит у меня здесь. В оригатность не так ярко видна, он подзеленел, тень. Цвел. Цветение невзрачное. Синие цветочки такие небольшие, но сам по себе очень интересный, потому что вот смотрите, как расположены все листья в очередном порядке, да? Видите, как прикольно. Поэтому смотрится эффектно. Я знаю, что некоторые сорта хеби зимуют, зеленые в основном, но это тоже будет зависеть от микроклимата вашего участка, от того, какие у вас зимой минусовые температуры. Можно сажать либо в укрывные зоны, у меня были такие задумки, может быть, но в общем я уже просто здесь каждый сантиметр заняла в этой укрывной зоне, поэтому я его просто на зиму ставлю в эти пристановочные вот эти места, где у нас такие парники на зиму мы закрываем, допустим, вот эта зона будет закрыта. Здесь смотрите, сколько горшков будет стоять, камелии все. Обратите внимание, какие огромные на камелиях бутоны, они заложили миллионы бутонов, будет великолепное цветение. Мы просто должны это сохранить, показать всем. Бесподобные бутоны на камелии сорт Дазлинг Пинг, варигатная очень красивая камелия, огромные уже бутоны, супер, они цветут у нас начиная с февраля месяца. Конечно, у нас в феврале бывают морозы такие, поэтому здесь будет закрыто, хеби сюда встанет, лимончик сюда встанет, камелии все встанут, и вот здесь будет такой парничок с контролем температуры. Катюшка, у нас еще есть вопрос, задала его Ольга Зайцева. Катя, сад осенним декором украшать будете? Интересный вопрос, большое спасибо за вопрос. Да, я иногда даже делала тематические видео, если кто помнит на канале, про осенний декор сада. Это какой-то такой вот уют, знаете, с наступлением осени, вот почему мы вам сегодня показали, допустим, на берегу костровую чашу. Это вот опять-таки какой-то осенний момент вот для меня, когда очаг, костер, уют, то есть с чем у меня осень ассоциируется, да? Колоски злаков, то есть подсаженные по всему саду с той точки зрения, что осенью уже будет нарядный сад, он будет весь уже в таком естественном декоре таких классных колосков. Я люблю расставлять в саду тыковки. Видно это было, наверное, вот в какие-то моменты в разных уголках сада, осенью я их раскладываю. Это для меня тоже какой-то вот момент такой, связанный, наверное, с детством. Знаете, какой-то праздник вот сбора урожая я росла. У нас у бабушки с дедушкой был огромный огород. Всегда собирали тыквы под конец сезона. Кукуруза, да, ну что всегда в огородах выращивается. То есть это моменты вот такие для меня, связанные с моим вот мировосприятием, с моими воспоминаниями. Поэтому, конечно, я улучшу момент. Сейчас у нас тут на Кубане идет сбор тыквы, везде тыква продается. Я обязательно, я не выращивала ее в своем саду, потому что мне негде, у меня маленький сад. Но я куплю и разложу обязательно посаду эти тыковки красивые, которые будут вот согревать и напоминать, что уже вот осень, что сбор урожая, сезон вот завершается, посадочный начинается. Поэтому вот это мой уют. Утром кофе, корзинки, это классно. Ну и еще один комментарий на сегодняшний выпуск. Написала его Таня Мастепан. Добрый вечер, Катюша. Мне очень нравится все в вашем саду и то, как вы о нем рассказываете. Жду с нетерпением. Большое спасибо. Это такое было завершение комментариев, да, которые мы сегодня прочли. Очень приятно. Мне радостно, что отклик на мое вот это отношение к этому саду, к этому миру находит свое отражение в вас, мои зрители, мои подписчики. Что вы со мной, что вы пишете комментарии, разговариваете, что мы с вами общаемся. Это так здорово. Большое вам спасибо за то, что вам нравится мой сад, то, что я в нем тут творю. Как я с вами этим делюсь. Я люблю все в своем саду. Каждую веточку, каждый листик, каждый листик, каждое растение, оно посажено и подобрано мною. С такой любовью, я даже не знаю, как вам описать. Вот это каждый член моей семьи, каждый питомец в моем саду. Очень красивые нандины, друзья. Смотрите, как набирает цвет. Это гольфстрим сорт, карликовая нандина. Она становится розовой. А вот здесь, посмотрите, тоже посадки-пересадки. Не показала вам еще. Посадила красивые нандины. Это сорт лемон лайм. Смотрите, она какая лимонная. И станет еще ярче. Над ней цветет гибискус. Смотрите, какой красавец. Внизу под ним колокольчики-хосты. Рядом домашняя нандина. Видите, ярко красный будет лист, красивый. Сад это такой живой какой-то организм. Все в нем наполнено вот этой жизнью. Ах ты мой, Кисюся, Кисюся. И Мася пришла. Ревность, такая ревность. Ревность, друзья, сад, он же живой. Это живой организм. Вот все в саду, оно так взаимодействует. Дружит все вместе, да. Смотрите, гортензии, которые, бедняги, тут на нашем юге горят, как не знаю кто, да. И красивые злаки. И вечно зеленые, которые потом зимой дают нам этот. И вот туи какие-то. Это все такое классное. А лагерстремия, это же вообще, смотрите, какое это чудо просто. Смотрите, как они красиво. Боже, как не достанешь. Какие огромные, да, какие соцветия. Ярко-ярко-розовые. Лагерстремия, конечно, всех цветов. Такие красивые, эффектные ветки. Как можно что-то любить, что-то не любить. Оно все вместе. Это вот просто само по себе слово. Сад. Друзья, растите свои сады, сажайте в своих садах, экспериментируйте, стригите, ухаживайте, придумывайте формы, комбинации. Пусть это приносит вам реальный кайф, пусть это заряжает вас. Вы здесь творцы, вы создаете свой мир, свою вселенную. Каждый из вас молодец. Вот на этой приятной ноте напоминаю, что нужно поставить лайк, подписаться на наш канал, написать хороший комментарий, ну или какой вот вы захотите. Мы вам очень рады. Большое всем спасибо. И до встречи в саду, друзья. До встречи в саду, друзья.